Продолжение следует... ...затмело как бы любовь к женщине, и благодаря этому, наверное, мое сердце не разорвалось. Сейчас мы снимаем кино, а я сижу в арестованной квартире. Моя трагедия заключается в том, что я полна сил, у меня полно мозгов, я очень хорошо понимаю политику, и при этом я не могу этим заниматься. Мы назвали свой фильм «Эпоха перемен» и посвятили его людям, чьи судьбы изменились в 90-е годы. Они не похожи между собой и ничем не связаны, кроме как в нашем фильме. Трое из них политики, трое такие же люди, как мы. Почему мы выбрали именно их из десятков, а может тысяч, точно таких же людей? Да потому что в каждом витке жизни наших героев, премьер-министр он или бомж, я вижу себя, своих близких, своих знакомых. Я вспоминаю, как передо мной, так же, как перед ними, стоял точно такой же личный выбор, к которому меня, нас всех подталкивала эпоха перемен. И мы проходили через 10 лет истории нашего государства, как сквозь фантастическое зеркало, и уже не узнавали себя прежних. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ